Друзья, всем привет, с вами Боб и мы снова на CS и сейчас я нахожусь на стенде Canon и я хотел бы рассказать об этом стенде немножко побольше и выделить отдельное видео, потому что реально замечательный стенд. Конечно, здесь дофигища всяких камер, принтеров и прочей ерунды, которую в принципе мы проходим мимо, но я нашел клевый стенд с клевым плоттером. Вещь очень клевая, пойдемте смотреть. Суть очень простая, вы берете, делаете проект на определенном софте, на своем, какой-нибудь фигуркой и распечатаете это, в принципе, на любом принтере, конечно, у Canon представлен свой бандл со своим принтером, даже за счет того, что он струйный, он неплохой, у него есть банки, которые продаются с чернилами и там получается по 7000 копий, то есть вполне себе нормально, ничуть не хуже лазерного. Так вот, вы распечатываете свой проект с какой-нибудь фигуркой, какой-нибудь вообще сцены, с композицией и потом этот плоттер просто все режет по этому проекту, вы собираете, склеиваете, то есть для детей, для образования. Мне кажется, тема прям вообще отличная. Мы представляем educational bundle, принтер Canon, Pixma G 3200 и режущая машина Silhouette, модель Portrait 2. Также в этот набор входит приложение с библиотекой разных проектов, вы выбираете свой проект, распечатываете, затем распечатанную, распечатанный проект, мы загружаем в режущую машину, затем машина автоматически будет считывать бар-код и специальные регистрационные метки. Для чего? Для того, чтобы машина знала, что и как нужно резать. То есть вы не беспокоитесь о том, как вам нужно настроить вашу машину, машина знает все за вас. Вам нужно только как бы склеить части вместе и у вас будут такие замечательные проекты, которые могут быть использованы в обучающем процессе, для того, чтобы дети легко, просто могли создавать вот такие вот проекты и тем самым изучать различные предметы, такие, как это может быть и география, это может быть что-то связанное с геометрией, да, то есть развивать различные креативные способности. Детям дают возможность создать что-то своими руками, если это интересно, если это красочно, то есть обучающий процесс превращается, можно так сказать, в интересное приключение, где мы создаем различные проекты. Это то, как выглядит распечатанная копия, на которой штрих-код вместе с метками совмещения для того, чтобы машина знала всю информацию о данном проекте. То есть, если, например, в классе 30 человек, да, и учитель не может уследить за тем, кто из детей, в какой очередности будет загружать проект в режущую машину. Учитель не должен об этом беспокоиться. Почему? Потому что, прочитав бар-код, машина будет знать, что это именно этот проект, и что именно сейчас, и как именно нужно вырезать данные проекты. Ну, помимо всего прочего, здесь, конечно же, как я и говорил, куча камер. Ну, в основном, на самом деле, одни камеры, то есть здесь раз, два, три, три стола с камерами, с линзами, пару с бумагой, с принтерами, и, в принципе, все. Но вот этот плоттер меня прям вообще реально поразил. А, точно так же у Кэнона есть такая прикольная темка, чтобы заинтересовать вас вообще, как мы дошли до этого плоттера. Я просто пришел, посмотрел, мне особо ничего не понравилось. Но вот здесь вот есть такой стенд, вы подходите на него, вам дают брошюрку. И с этой брошюркой вам нужно обойти пять стендов, вам поставить там метки, чтобы выиграть какой-нибудь приз. То мы, собственно, пойдем и делать. Машина, машина, машина. Машину, квартиру в Америке. Что там, что там, что там, что там? Держатель карты. Мне спиннер дозвол. Я тебя обманываю. Это два, которые выиграли, и я вам даю лагеря тег, и маленький флешлайд. Спасибо большое. Спасибо. Все, друзья, спасибо, кто смотрел это небольшое видео. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Всем огромной удачи, пока. И не забывайте про Инстаграм и Телеграм. Там я буду показывать много-много различных мини-видосиков, которые не войдут на YouTube, потому что смысла в этом нет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо. Спасибо.